Вот такая отделка. Элос, в общем-то, курит. Вот зачем ты его ранил, скажи мне? Я же снимаю кино. Buenos Aires! Мы продолжаем нашу работу с системой на 350 литров морской. Сегодня у нас задача вклеить перегородки в сан, зачистить аквариум и вклеить водо-шарку. Если кто-то не знает, покажу, как я собираю шахту. Вот у меня две детальки, лицевая стенка шахты и боковая стенка шахты. Я наношу на них скотч. У меня боковая стенка будет вклеиваться вот так. То есть, соответственно, скотч нужно нести таким же образом, с запасом. То есть, тут практически впритык у меня наклеен скотч, тут отступ на толщину стекла. Затем выставляем стекла на ровную поверхность, фиксируем струбцинкой. Не забываем соблюдать прямой угол и выдерживать зазор. Вот у меня тут 2 мм и сверху, и снизу. Дальше, как обычно, закачиваем шов, контролируем, чтобы герметик вышел с противоположной стороны. Формируем шов изнутри. Ну, все, снимаем скотч и наслаждаемся из-за этого. Вот такая картинка у вас должна получиться. То есть, изнутри ровный шовчик, вот такой, снаружи торчит. Ждем, пока высохнет, потом отрежем. Для того, чтобы ровно вклеить перегородки в сам, нужно поставить в первую очередь отметки на стекле, где будет граница стекла. Чтобы ровно поставить эти отметки, воспользуйтесь уголком, это проще всего. То есть, у меня первая перегородка будет в 180 мм от внешнего края стекла. Отмечаем. 180. Проводим линию, где у нас будет перегородка. Линия вертикальная, потому что отталкиваемся от горизонтальной. И с той стороны надо то же самое сделать. Затем по этим отметкам наклеиваем скотч. Значит, следующий этап. Я впритык, без отступов всяких, наклеил с двух сторон на перегородку скотч. И теперь на две стороны нам нужно нанести герметик. Сейчас покажу, зачем это нужно. Как это выглядит. Тут долго советую не ковыряться, потому что герметик начнет сохнуть. Затем втыкаем в эту перегородку наше посадочное место. Примерно таким образом. То есть, сначала стыкуем дальнюю стенку. Пытаемся. Выравниваем. Потом прижимаем дно. То есть, тут скотч у нас служит не только для формирования галтеля, но еще и как ориентин, куда нам нужно посадить эту перегородку. Смотрим, чтобы было везде более-менее ровно. У нас тут близится к концу наш моднейший проект. Банга уже завита, уже до шерепки плавают. Сейчас мы монтируем отделку. Вот такая отделка. Эллис, в общем-то, курит. Вот зачем ты его ранил, скажи мне? Я же снимаю кино. Ладно, шучу. Хотел показать вам, как мы крепим эту отделку. И хочу акцентировать внимание на том, что мы не мебельщики вообще. Я уверен, что кто-то из моих зрителей есть мебельщик. Подскажите, как это делают нормальные люди? Потому что мы в этой четыре панели вешаем его. Второй день уже. Может, есть какие-то простые средства? Покажу, как мы это делаем. Просто неудобно, когда оборудование... Ну да, еще запущено, да. Отделка тут смонтирована заподлицо с... Может, ты поддерживаешь? Секлом. Ну, давай, подержим. Я же не могу одновременно. И вроде... Почему не можешь? Как так? Отделка заподлицо и с лицевыми, и с боковыми стенками. И чтобы выставить ее точно, мы сначала собрали всю банку, выставили ее по уровню и только потом сняли размеры отделки. Вот поэтому тут там уже и сампа, и весь став уже собран. Поэтому мне очень удобно сейчас все это делать. Вот это внутренняя сторона отделки, да, то есть, сторона, которая в тумбу. Сверху здесь устанавливаются такие вот кулачки, да, ответные части. И они крепятся вот к таким роликом. С подкужениным. Ты что, собака? Вот. Снизу панель, фасад этот опирается вот таким уголком на металлокаркас. Сейчас Вадим так крепит, и покажу, как она туда монтируется, ставится. Отделка двери. Вот мы, ребят, собрали двери. Вот так это открывается. Брюки превращаются. Вот эти уголочки. Носки, да, то есть попали носки, ну ладно. В уголочке, сверху кулачки, и здесь вот этот механизм. Известный механизм, да. Чики-пуки. Мне что нравится? Это сложнее делать такую отделку, потому что нравится, что она заподлицо. И тут заподлицо, и тут заподлицо. И вот обращу еще внимание, но это, да, я уже вам коммерцию тут сейчас толкну немножко. Вот мы делаем из МДФ отделку, а не из какого-то фуфла ДСП. То есть кромочки все вот эти вот, ну, пищечные получаются. Вот такие дела. Парни, если вам понравился видос, ставьте лайк и пишите комменты. Особенно на полном серьезе, если вы знаете, как кошерно монтировать такую отделку, напишите по-братски. И если вам нужен такой модный аквариум, то смело обращайтесь или в группу в контачи, или пишите тут в комментариях, будет мой ватсап. Все, до встречи в новых видосах. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok